Михаил Виноградов и его собака немецкий боксер по кличке Бетти вместе уже два года. Все это время парень занимается дрессировкой питомца, говорит, обязывает будущая профессия кинолога. Однако до недавнего времени тренировки проходили в общественных местах. Специально обустроенных площадок в городе не было. Некоторые люди боятся данную породу. И к нам подходили, что мы занимаемся, можете уйти с собакой. Ну и что поделать, если к нам подходят, мы уходим в более нелюдное место и продолжаем там тренировки. Теперь эта проблема решена, по крайней мере, в поселке Южный. Здесь, на стадионе Рубин, появилась территория для выгула и тренировки собак. В честь открытия площадки для питомцев провели соревнования сразу по двум дисциплинам – триалу и аджилити. Их суть в преодолении препятствий на скорость. Такое развлечение весьма полезно, говорит директор кинологического техникума. Оно позволяет сохранить питомцу здоровье. Инфаркт сердца, сахарный диабет, отказ почек, дисплазия, заболевание суставов от большого веса, так же, как у людей, когда вес большой у собаки, ей очень тяжело передвигаться. Она задыхается, у нее дышка. Поэтому, если вы хотите сохранить собаку в хорошей форме до старости, нужно с ней заниматься спортом. Главная цель кинологического фестиваля, говорят организаторы, повышение культуры обращения с животными. Их владельцам стоит напомнить о принципе – ответственен за тех, кого приручил. С четвероногим другом нужно заниматься, воспитывать его, следить за здоровьем. Только при таком сознательном отношении общества к братьям меньшим не будет бездомных животных и фактов вопиющего отношения к ним. Кто там у нас на южном кошку какой-то негодяя убил, кто там в лебяжи нашли собаку с простреленной головой. Ну, это вот такое безобразие. И самое страшное, что дети смотрят это, видят. И хуже всего, если они возьмут этот пример для себя. То есть, и хотелось бы дать все-таки другой пример, что это наши младшие братья. Площадка для тренировок собак оснащена специальным оборудованием. Но в будущем здесь могут появиться и новые комплексы. Средства на них, а также на уборку и уход за территорией планируют набирать с выручки за входные билеты. Разовое посещение обойдется в символическую сумму 100 рублей. Также директор стадиона вынашивает идею по созданию общественного патруля с собаками. Для его участников занятия с четвероногими друзьями будут бесплатными. София Яценко, Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.